Европа до сих пор для многих русских некий подиум их достижений. И из-за того, что железный занавес был так длителен, многие думают до сих пор, что поездка в Милан, в Париж, в Лондон, в Барселону, в Монте-Карло произносится с неким подъёмом и горделивой осанкой. И многие, конечно, из русских дам, когда отправляются в Милан, в Париж, в Лондон, везут с собой самое-самое, потому что они ещё думают, что этим можно кого-то поразить. И вот они приходят в этих потрясающих сапогах Шанель и в этих туфлях Прада, с этими сумками РМС или Луи Вуиттон, в этих замечательных костюмах Дольче и Габбана или Гуччи, и им хочется быть самыми-самыми. А так-то никто не ходит. Ни в Милане, ни в Париже, ни в Лондон никто в марки не носит. Носить марки считается признаком вульгарности. Если то, что на вас надето, узнаваемо, это значит, что у вас нет вкуса. Если вы считаете, что поход в Петровский пассаж – главное событие вашей жизни, вот совсем недавно, когда я там готовил вот эту свою выставку «Предчувствие моды» в Петровском пассаже, я встретил там двух там. Они были ёлками на Рождестве. Такое количество крупного чёрного жемчуга в бриллиантах, которые они носили, прекрасного качества. Такое количество потрясающих сумок, обуви, которые я увидел там, позволило мне сразу понять, что передо мной русские миллионерши. Они одёрнули меня, сказали, мы не миллионерши, мы миллиардерши. И я понял, что поход в Петровские линии – для них главное событие дня. Эти украшения достойны Венского бала, инаугурации Оскара или Цезаря. А я уверен, что даже увидя вашу страничку, они скажут, ну, у нас-то есть получше дома на Рублёвке. Я верю, что есть получше. Но это не значит, что их надо выгуливать в торговых рядах. Это и есть моветон.